Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Наконец-то я сегодня сделаю видеообзор огорода и скажу, что в этом году нас миновали вот эти заморозки. И это как раз тот счастливый год, о котором я говорила, когда говорила про теплицы с подогревом. Когда некоторые люди написали, что если подогревать грунт в сибирском регионе, то томаты будут золотые. То я, не зная еще, что нынче будет такой год, сказала, что ну может быть нынче повезет и будет счастливый год для огородника. Потому что раз в несколько лет, много-много-много лет проходит и раз выпадает такой счастливый год, когда нет возвратных заморозков, когда нет вот этих весенних морозов и когда тепло, первый раз наступив где-то в апреле или может быть даже в конце марта, так и продолжается и плавно переходит в лето. Вот представляете, у нас нынче как раз случился такой счастливый год. Это год счастливый, конечно, только для огородников, потому что только мы так реагируем остро на все изменения погоды. Простому человеку, ну что там, похолодало, одел теплую курточку и все, а у нас-то растения. И в этом году с начала апреля, апрель, май и вот сейчас июнь у нас стояла теплая погода без минусов ночных. И когда многие боялись, что рано высадила, еще могут быть морозы, я, конечно, тоже немного побаивалась, но я посмотрела прогноз на месяц синоптиков на Яндексе и увидела, что погода будет теплая. Я рискнула. Я рискнула и выиграла. Выиграла вот эти 2-3 недели, которые некоторые огородники побоялись, не высадили. У них томаты томились в рассаде до самого июня. У нас же с 1 по 10 июня высадка. А я высадила и, конечно, все это дало такой эффект, что и тепло, и ранняя высадка. И вот у меня все томаты с завязью. Я уж не говорю про те, которые в теплице. Там, конечно, естественно, но даже те, которые в открытом грунте, я сейчас покажу, и вы увидите, какая разница. Я не говорю уже о тех томатах, которые у меня остались от высадки в теплицу. У них уже в открытом грунте, смотрите, такие огромные плоды, что в ладонь еле входят. Но даже те, которые были не предназначены для выращивания в теплице, а для открытого грунта, они тоже все с завязью. Сейчас подойду к ним. Вообще, если пойти по всем рядам, то можно увидеть ситуацию, как в июле. То есть вот эти завязи, которые висят в открытом грунте, они уже такие, сейчас пройдем еще, они уже такие взросленькие, что действительно, как будто бы июль месяц. Но это вот остатки от теплицы, сейчас посмотрим простые. Ну вот эти вот ряды были предназначены для самого позднего высаживания, то есть после 10 июня. Ой, извиняюсь. Извините, прервали. Вот томаты, которые предназначались для высадки в самый поздний период, у них, конечно, завязи поменьше размером, но все равно. На каждом кустике уже висят помидорки. И тут сейчас только дело стоит за хорошей погодой, за теплом и за поливом. Так как тепло к нам вернулось, полив тут установлен у них капельный, так что, я думаю, проблем не будет. Вот, смотрите, видите, какие хорошие. Прям все увешаны помидорками. Вот, иногда и рисковать есть смысл. Конечно, было страшновато то, что я рано высаживала, но все равно рискнула и выиграла. Будет ранний урожай не только в теплицах, но и в открытом грунте. И хочу сказать, что нынче такой год, ну, хороший. Все растения у меня... Очень странно, что у меня ничего в этом году не подмерзло, раз не было морозов. Ничего, никакая рассада не испортилась. Вся запасная до сих пор стоит вон там под вишнями. Может, видите, вон там желтовато. Я же ее хранила до самого конца, потому что до 10 июня у нас еще есть угроза заморозков. Но вот все эти на скамейке запасных томаты не пригодились. Томатное поле выглядит роскошно. Не говоря уж о теплицах. В теплицах тоже очень много плодов. Нынче счастливый год для огородника. Я такой год, помню, был давно-давно-давно-давно, больше 10 лет назад. Такое бывает очень редко. Нынче вот такое счастье. И еще появился щенок. Я вообще очень счастлива. Продолжение следует...